Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тололихин совсем недавно пришёл работать в секцию Антона. Как раз, когда всё это началось. Мы его возьмём. Никуда не денется. А может, есть ещё жильё? А ты можешь посмотреть, где он прописан? Мы перешли на «ты»? Если не против. Адреса нет, выписан в никуда. А откуда выписан? Село Юдино, улица Астахова, дом 23, квартира 5. Это здесь, недалеко. Поехали. Академия. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Ты-то, Лалихин? Ну не ты же. Че надо? Следственный комитет. Документы покажи. Нет документов. Продал. Так, Астахова, 23, квартира 5. Твой адрес? Был мой. Риэлторы черные отжали. Здесь что делаешь? Так, участки охраняю. Отдыхай. Значит наш Руслан живет по поддельным документам. Да, и зовут его скорее всего не Руслан. Можно пробить фото с паспорта по базам. Не факт, что найдут. Если он не привлекался в базах, его нет. Но попробовать стоит. Сейчас. Так, все, отправила фото Исуеву и попросила пробить по базам. Подожди еще минуту. Антон, привет. Свет, как дела? Отлично. Скажи, а это твой новый тренер, Руслан? Ты что-то про него знаешь? А, да нет, ничего. Ладно, давай. На связи. Пока. Антон говорит, что Руслан встречается с директором школы. Маргарита Александровна. Приехали. Зачем ты сливал информацию с Суходольским? Как ты поняла? Информацию сливал явно кто-то из следственной оперативной группы, только ты учился с ней в одном институте. Да, мы с ним учились, это правда. Поэтому его первая жена пыталась меня вспомнить во время разговора. Мы с Алексеем заканчивали пятый курс, а она первая. Могла видеть меня в институте. Он тебе платил? В нашей структуре информацию принято скрывать до последнего. У нас все не разглашается, все тайна следствия, все под лифом секретно. Но по городу ходит серийный убийца. Мы обязаны предупредить его потенциальных жертв. И чем больше людей будет предупреждено, тем лучше. Я так считаю. Скажите, в каких отношениях вы состоите с Русланом Толалихиным? Не спешите с ответом. Подумайте. В рабочих отношениях? Дело в том, что он подозревается в серии тяжких преступлений. С документами у него все в порядке. Дети на него не жалуются. Человек он исполнительный. Тренер отличный. Что я вам могу еще сказать? Позвоните нам, когда он выйдет с вами на связь. И имейте в виду, ваш тренер живет по поддельным документам. И вам может оказаться, что он вовсе не Руслан. Хорошо, если он выйдет с вами на связь, я обязательно вам позвоню. Ну что, врет наша директорка? Так сейчас, кажется, модно говорить. Да, конечно, врет. Ну, чтобы это понять, не нужно быть психологом. А вот то, что он живет по поддельным документам, сильно ее озадачено. Мужики! Мужики, помощь нужна. Телефон, позвоните. Грабанули меня. Только быстро. Благодарю. Я здесь. Алло, кто это? Маргоша, это я. Руслан, ты где? Ко мне приходили из следственного комитета. Говорили про тебя ужасные вещи. Маргоша, слушай меня внимательно. Все не так, как кажется на первый взгляд. Никого не слушай. Я тебе все объясню. Ты где? Я не хотел тебя в это впутывать, но... Послушай, мне нужна твоя помощь. Мне нужна одежда и немного денег. Я тебе все вернула, обещаю. Конечно, я все привезу. Куда ехать? Маргоша, ну я же никуда ехать. Давай встретимся завтра утром. Почему завтра? Я приеду сейчас. Ну, а Женька-то на голову останешься. Хорошо. Маргоша, встречаемся завтра утром. Пиши адрес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Марго! Руслан, что происходит? Что ты сделал, скажи мне? Ничего такого, за что ты бы не могла меня простить. Правда? Правда. Кто ты? Как тебя зовут? Стоять! Полиция! Встань, встань, встань! Ее забирай тут! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Привет. Поговорим? А есть о чем? Давай попробуем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ко мне приходила полиция. Расспрашивали про ту историю, когда ты... Когда... Когда я тебя избил? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да. Кажется, они думают, что ты можешь быть тем убийцей, про которого рассказываешь в передачах. И что ты им сказала? Я сказала, что ты не можешь причинить никому боль. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Леш, я видела твои сюжеты. А что с тобой происходит? А что со мной происходит? Ну, ты никогда раньше таким не был. Ну, каким? Злым. Циничным. Как будто тебе на всех наплевать. Я уже знаю, что ты не такой по натуре. Ну, может, я как раз такой по натуре. А сейчас просто открыл свое истинное лицо. Ну, конечно, нет. Я-то знаю, что ты не такой. Я тебе про родителей рассказывал. Мой отец годами избивал маму. Я дал себе слово, что я никогда ни при каких обстоятельствах не подниму руки на женщину. Ну, видимо, природу не обманешь. Гены. Леш, так нельзя. Это никакие не гены. Это случилось всего лишь раз. И это ничего не значит. А ты как будто себя наказываешь. Наказываю. Ну, конечно. Ты даже не пил никогда долго. А теперь вам просто сливаешь свою жизнь в помойку. Ты ничего такого не сделал. Ты не виноват. Я избил тебя. Ты меня толкнул. И то мне пришлось очень постараться, чтобы довести тебя до этого. Ох, как! Вот это поворот. Прости. Прости меня. Я не знала, что ты мне так себя казнила. То есть я не злодей? Мы с Валеркой Родиняным все это придумали и провернули. Я знала, что это плохая идея. Я места себе не находила с тех пор. Прости, Леша. Все жизнь тебе испортила. То есть вы меня просто развели. Ну и правильно. Лохов надо разводить. На то они и лохи. Да что ты-то? Не расстраивайся. Ты же из меня человека сделала. Благодаря тебе я теперь циничный, обаятельный, холостяк-алкоголик, которого полиция считает маньяком. Он прекрасный образ. Ладно, нормально все. Странная логика у этих полицейских. Они считают, что если человек ударил женщину, то и убить может. А если никогда не бил, то и не может стать маньяком. Это же глупо. Человек может стать маньяком вообще без видимых на то причины. Например, находясь под впечатлением от убийств настоящего маньяка. Ваше настоящее имя. место жительства. Вам знаком этот аппарат? Мы нашли его в вашем рюкзаке. Не мой фасон. Это телефон убитой Миланы Хатуленко. Я повторяю свой вопрос. Как он оказался в вашем рюкзаке? Я не знаю. Этот телефон я вижу впервые. На нем что, есть мои отпечатки? Чьи твои? Руслана Тололихина? Бомжа, которому принадлежал твой паспорт. Кто ты такой? Я тебя спрашиваю. Твое настоящее имя. Игорь, можно тебе на пару слов? Что? Игорь, так нельзя. Это не кабинет психолога. Это не продуктивно. Если тебя что-то... Прости, я тебя перебью. Суходольский в своем офисе, оказывается, обитает не один. Есть там у него один интересный сосед. Съезжу, поговорю с ним. Не надо. Я сам. Мне нужно проверить рецабель. Раскопайте пока все на этом. Полиция считает, что это я их. Всех. Чушь. Не можешь ты никого убить. Леш. А давай... Давай я скажу, что я была с тобой. Ну, это же неправда. Разве это важно? Конечно, важно. Только это и важно. Ты думаешь, почему я стал хорошим журналистом? Потому что я никогда не вру. Нет, я могу, конечно, бросить какую-то дичь, но я всегда оговариваю, что это только предположение. А напрямую я никогда никому не врал. В том числе и тебе. Лучше бы врал. Ну, тогда на равных были. У меня был бы шанс. Тебе пора. Черт. Черт. Ой. 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 Ну что, как дела у вас? Ну, у тебя, а у вас с психологией не с этой. А это что? Ой, Господи, там написано. Документы на усыновление ребенка. Зачем тебе это? Догадайся. Ты хочешь усыновить ребенка? Возможно. А ты хотя бы представляешь, что это значит? Я? Нет. Оля, перестань. Перестань. Это очень сложно. Витечка, Витечка, милый. А чего ты так разволновался-то первый раз? Он разволновался. Ну, тебе-то какое дело? Вот тебе какое дело? Ты же со мной разводишься. Оль, по-моему, это не очень удачная идея. Прекрасная идея. Ты делаешь это, чтобы насолить мне. Ты придурок какой, а? Ты думаешь, что я все делаю из-за тебя, а? Психолог. Ну, ты даже с кошкой не справилась. Ой, я кошку отдала из-за тебя. Слушай, оставь уже меня в покое. Ты пьешь через бела дня? Какие дети? Кстати, ты прекрасно знаешь, что у меня нет проблем с алкоголем. А пью я исключительно из-за того, чтобы заглушить ту невыносимую боль, которую ты причинил мне. Если ты не передумаешь, я пойду к психологу, который дает заключение, и объясню ему, что ты действуешь под воздействием эмоций. И никакого усыновления не будет. Нет. Ты так не сделаешь. Я сделаю это. Сделаю обязательно. Ты отравил мне жизнь. Я тебе столько лет отдала, а ты меня вышвырнул на помойку. Может быть, мне тебе напомнить, что это твоя была идея. Пятнадцать лет назад, чтобы я сделала аборт. Я теперь не могу иметь детей. Я не хотел, чтобы так вышло. Но так вышло! Оля, тебе надо успокоиться. Да пошел ты, господи, как ты меня достал! Рассудительный такой, спокойный. Пошел ты! Чудовище ты! Вот так, значит, вы не общаетесь с бывшим мужем. Хочешь что-то спросить, спрашивай меня. Я вас не задерживаю. Петя там живет. У его жены раньше здесь фотостудия была. Потом развелись. Сейчас она в их квартире, а он здесь кантуется. Вот такой у нас тут клуб неудачников. Я смотрю, тебе на себя наплевать. Почему я тебе алиби должен искать? Наверное, потому что ты мне информацию сливал. Хочешь в морду? Не прокатиться ты при исполнении. О, Петруха, а ты что тут? Да я месяц назад как уволился. Задолбал агонят туда-сюда. Все хотел к тебе зайти. Ты давай это, поосторожнее, а то хату вынесут. Ты о чем? Недавно возвращался домой. Смотрю, у тебя дверь нараспашку. Захожу, а ты там, типа того, пьяный в хлам на полу спишь. Бывает. Не припомните, какого числа и в котором часу это было. Говори, говори. Это мой приятель, следак, думает, что я серийный убийца. Ну да ведь. 15-го числа это было. Часов в 9 вечера, типа того. Спасибо, если что, я с вами свяжусь. Спасибо, Петя. Зайдешь? Виски будешь? Воду буду. Если есть. Ты действительно думал, что это я? Разве тебе не наплевать на людей? Рассказывай. Что нового? Если узнают, откуда ты взял оперативную информацию, у тебя могут быть проблемы. Ну так пусть не узнают. Уже узнали. Спасибо, что предупредил. Почему ты вообще решил не сливать оперативную информацию? Ты знаешь, хотел, чтобы люди были бдительнее. Благородно. Знаешь, я тут подумал, я ведь тоже могу помочь. Ну и просмотров себе набрать, конечно. Должен же я что-то поиметь от своей доброты. Привет. 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 Извини, что без звонка. Ничего, я всегда рада тебя видеть. Нет, не трогай. Там может быть все что угодно. Нужно позвонить ребятам. Да ладно, успокойся. Это какая-то бандеролька на твое имя. Ты ничего не заказывала? Точно. Я же заказывала книгу. Алло. А кто это? А, да. Спасибо, да. Забрала. Извините. Курьер. Который принес посылку, а нас не было дома. Алина, что происходит? Я могу чем-нибудь помочь? Нет, все в порядке. А ты чего приезжал? Да ладно, забудь. Я думал, это у меня проблемы. Но на фоне твоего стресса это просто детский сад. Так что о моих горестях будем говорить после. Пока. Что случилось? Что ты огреешься? Да у матери походу мутки с тем профессором. Давно? Ну, походу, да. Вряд ли бы она стала искать мужика после смерти отца. Значит, еще при нем мутили. Ну, а потом, не зря же родичи решили развестись, так? Наверное, отец что-нибудь заподозрил и... Ну и чтоб ты хотел за него отомстить? Как? Проведу ему корачаги? Ты же не любишь тейквондо. Откуда ты знаешь? По глазам видно. Не люблю. Я пошел туда из-за матери. Она хотела, чтобы я мог за себя постоять. А я сам видишь. Ты про то, что у тебя мешка будет? Забей. Я думал, с приходом нового тренера все изменится. Куда там. Этот Руслан просто зануда. Только и может что со своими правилами приставать. Знаешь, не чел, а какой-то андроид. Основатель тейквондо генерал Чой Хон Хи говорил, что ранние тренировки дают возможность вступить в контакт с природой. Ложитесь в 9 вечера, вставайте в 6 утра и правильно питайтесь. И помните, что тейквондо это единение с природой. Да, он зануда. Ну вот. Спасибо тебе. За что? Мне всегда хотелось иметь старшего брата. Такого, знаешь, отбитого чувака. Который будет по утрам со словами Вставай, придурок. Солнце уже высоко. Ну, я тебя могу устроить. Да, мам. Слушай, сегодня ко мне приходил мой коллега, мы работаем вместе. Что? Ну, я же видел, как он на тебя смотрел. Я скажу ему, что больше не приходил. Как хочешь. Спокойной ночи. Пока, мам. Сейчас я бы хотел принести свои извинения Алине Борисовне Воронцовой за два прошлых ролика с нападками в ее адрес. Сейчас я понимаю, что Алина Борисовна была абсолютно права. Человек, совершивший эти убийства, трус, мразь и ничтожество. Он боится женщин из-за своей умственной и сексуальной неполноценности. Он не человек и даже не животное. Он ничто. Его нет. Его никто не любит и никогда не полюбит. Потому что его не за что любить. Но и бояться его не стоит. Потому что он не страшный. Он слезняк. Вы же не будете бояться слезняка. Алина Борисовна Нечто новостей ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Спортсмен. Опа, дружбон. Опа! А это мой знаменитый пинок, маньяк, а? Я тебе что сделал? Ничего не сделал. Отстань! Отвали! Отпусти! Я тебе говорил, Антоху не трогать. Говорил? Тебе руку сломать, чтоб тебе дошло. Да нет, отпусти! Извини. Извини. Еще раз, Антоху, тронешь? Капец тебе. Не запомнил. Ты как здесь оказался? На вот решил проверить, не обижает ли братана. Спасибо. Ладно, мне в класс пора. Давай, увидимся на тренировках. Здрасте. Наконец-то. Привет. Вот смотри, что нам аналитики нашли. Илья Вараев. Аж целый чемпион по боям без правил. Ух ты. Почему вы не сказали нам правду? Ну, вы же знаете, почему. Что я вам должен был сказать? Что моя жена и дочь шли в школу. А их на джипе сбил пьяный человек. Что я за этим ничего не мог сделать. А он гуляет по свободе, потому что он сын депутата. Это вы хотели услышать. Правосудие не свершилось, и вы вините себя. Винил. Поэтому пришел к нему посмотреть ему в глаза. Да, Савка. Задать вопрос. Как ему с этим живется? Я муж Тане и папа Оле. Которых ты убил. А, понял. Ну, что я тебе сказать, братан? Сорян, 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 сорян. Тебе вообще плевать. Ты убил двух невинных людей. Ты как с этим живешь-то вообще? Нормуль. Не переживай так за меня, отлично живу. Ну, что же пойдешь? Вы его убили? У меня профессиональный удар, но убивать я его не хотел. Почему не вызвали полицию? Было бы непреднамеренное. Вы сейчас серьезно? Он убил двоих человек, ему за это ничего не было. Вы хотите, чтобы я поверил в справедливость, в систему? Да, я испугался. Я не собирался проводить остаток дней в тюрьме. Из-за человека, который лишил меня всего. А что было дальше? У меня оставались кое-какие связи по спорту. Мне сделали новые документы. Я поехал в Озерск. Первое время тяжело было. Даже повеситься дома. Потом встретил Марго. Влюбился. Я знаю, что это она меня сдала. Но я ее не виню. Она просто испугалась. Она вас не сдавала. Хотя это было бы правильно. Мы просто проследили за ней. Давайте еще раз. Вам знаком этот аппарат? Нет. Вы уверены? Абсолютно точно. Где вы были вечером 15 и 21 числа? У Марго. Там консьерж в подъезде. Он все записывает. Да и камеры везде. Вы можете проверить. Проверим. А что теперь будет со мной? Сделаем вопрос по смерти Гурину и передадим вас коллегам. Спасибо. Ладно, раздавь. Абсолютно. Не получается. Кто хочет, абстенд? Да, да. Отлично. Тихо все. Дрянь. Тост. За наш прекрасный город. И за вас, дорогие друзья. За эту жалкую трусливую деревню. И за вас, трусливых крыс. Которые позволяют какому-то жалкому неудачнику себя терроризировать. Ну, понеслось. Тоже мне герой. Я хотя бы не боюсь этого урода. В отличие от вас всех. Трехочковый. Трехочковый. Ты идиот? Айтечка. Зачем ты разбиваешь мне сердце? Да пошел ты. Уже в пути. Что про визури такое? Да, визури. Это акцент. Почему? Акцент? Вишня. У нас есть шампан. Ужигать? Наливай. Раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять, полиция! Ну-ка, за голову! Быстрее! Ну что, живой? Все, парни, покойте его. Спасители! Не обочался? Чего так долго-то? Ты ребятам спаси, скажи, а ты лежал бы в интересной позе, с параллельной головой. Ладно, ладно. Все, давай, поехали, в отдел даже показали. Слушай, я что-то, давай завтра, а? Правда, не готов сейчас. Игорь, ты с нами? Давайте. Спасибо за службу. Я домой. Ну что, едешь? Ваше имя? Вы же забрали мои документы. Ну, окей. Сергей Барковский. Зачем вы напали на Суходольскую? Он оскорбил мою подругу. Когда? Так в баре же. А они с девчонками сидели, так он ее прилюдно и опустил. Она позвонила мне вся в слезах. Ну, я ей подорвался, чтобы мою морду начистить. А вы бы на моем месте как поступили? Ты дома? Да, а что? Ты когда сидел в баре, с кем-нибудь конфликты были? Может, ты обидел какую-то девушку? Ну, что-то было такое. А в чем дело-то? Закрой дверь и никуда не выходи. Возможно, тот, кто на тебя напал, это не наш клиент. Ну, здрасте. Что, я зря по башке, что ли, получил? Возможно. Сиди дома, завтра решим что с тобой делать. Подожди, ты хочешь... Ты хочешь сказать, что он может... Ага, понял. Понял. Ладно, не переживай. У меня здесь дверь как бомба убежищ. Хорошо. Я назову вам несколько дат. Вы постарайтесь максимально подробно вспомнить, где вы были в эти дни. Если ваши показания подтвердятся, вы можете быть слабыми. Мы же его поймаем. Поймаю. 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 Я захочу, что с его девушкой так получилось, что-то я пережестил. Ты же знаешь, я не могу дать. Ну, иди к черту тогда. Ну, и взаимно. Завтра заеду. Оля. 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 Оля, проснись. Оля, проснись. У нас пожар. Пожар. Вставай. Вставай, я скажу. Что ты делаешь? Пожар у нас. Пожар. Что случилось? Горит. Что здесь? Иди сюда. Куда? Залежай на подоконник. Залежай на подоконник, я сказал. Я не смогу. Все получится. Я не смогу. Бери, я не смогу. Держись за руку. Ты куда? На левую руку бери меня. Не понимаю. Я не смогу. Держись за руку. За левую руку бери. Нет! Нитя! Нитя! Ника! Ника! Продолжение следует... Витя, ты только не умирай, пожалуйста, слышишь? Хочешь уходить, уходи. Только не умирай, ладно? Ты же всегда рядом был. Всегда был моей надеждой, опорой, недостижимым идеалом. Всегда хотела до тебя дотянуться. Потом поняла, что не справляюсь и перестала. Я видела, что теряю твое уважение, но я уже ничего поделать не могла. Когда сказала, что уходишь, у меня как пущевая из-под ног ушла. Не умирай. Хоть чужой, но живи, ладно? Живи, пожалуйста. Не умирай, слышишь? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Двери в доме были заблокированы Привет, Ара! Ну что, есть понимание, кому он на этот раз подражает? Пока нет, нужно смотреть материал дел Ладно, работайте, я в области, на доклад Что? Как-то ничего нет? А как же этот наш, ну вот этот сын депутата, Кирилл Гурин? Ух ты! Спасибо! Нет никакого дела на нашего Илью Вараева Так интересно, а что этот мажор, которому он врезал, он же выжил? Умер он По данным суд медэксперта, от передоза Снимите его наручники Спасибо, присаживайтесь Вы свободны Вот постановление о вашем усложде Не понял А Гурин? Гурин умер вследствие передозировки наркотиками На вас остается использование поддельных документов, но арестовывать вас за это никто не будет Так что в смерти Гурина вы не виноваты Ведь он мог умереть от моего удара В любом случае, в заключении патолога Анатомов написано, что смерть наступила по причине передозировки Просто все сошлось в одной точке Мы будем вам очень благодарны, если вы поможете установить, как именно телефон попал к вам в рюкзак Да, конечно, без проблем Техники по биллингу засекли телефон вот в этой точке Значит, аппарат был включен не до двух за этого Вспомните, что вы делали в этой части города позавчера Позавчера, позавчера 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 я, как обычно, закрыл зал и пошел домой Дошел до остановки, вот, Первомайская Подождал, наверное, минуты три Подошел мой автобус, я сел в него и поехал на остановку Чкаловская Это здесь Сошел и пошел домой Вот, весь маршрут Какое время это было? Часов пять вечера А в автобусе было много людей? Да, был час пика Все-таки постарайтесь вспомнить Может, кто-то там крутился, терся вокруг вас Ну, правда, было очень много людей А камеры? Камеры в автобусах еще не начали установить? Ты что-то смеешься Их не то, что в автобусах Их на остановках нет Так, ладно, тут на подходе есть три камеры Надо тебе рамзонами, чтобы посмотрели записи с них Я чем-то еще могу вам помочь? Да, вот, пожалуйста, отпишитесь Алло, здравствуйте А Виктор Чернышев еще не пришел в сознание? Привет Меня зовут Илья Илья, мне нравится Прекрасное имя Она тебе очень идет Я тебе не сдавала, я... Я знаю Они говорили, что ты обвиняешься в убийстве Я знала, что это неправда Ты не мог Ты не способен на убийство Ты не такой А какой я? Ты добрый Отзывчивый Надежный Поехали домой Проверяем Стоянки такси рядом с остановкой Возможно, в машинах есть студий регистратор За какое время? Тренер был там в пять Значит, за полчаса до и до семи И кого ищем? Ищем подозрительных Отправляем их оленью Возможно, кого-то опознает Хотя, конечно, вряд ли мы Увидим маньяка, который подкладывает Мобильный в рюкзак Как-то так Как идет следствие? Боишься за меня? Спрашиваешь Со мной ничего не случится Точно? Обещаю Ну, а как твоя музыка? Сделал что-то новое? Нет Ну, а чем бы хотел Сегодня заняться? Я бы хотел Хотел, чтобы папа был жив И чтобы все было как раньше Чтобы я не боялся, что с тобой может что-то случиться Год назад Мы тогда пошли в кино И нам было весело Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте Здравствуйте А Паша дома? я руслан тренер паши подождите я его сейчас позову хорошо спасибо пришел я почти ничего не помню ты мне жизнь спас ведь прости меня я столько глупостей наделал последнее время прости перестанем живы и слава богу тебе алина звонила много раз если хочешь я могу и позвонить сказать что ты пришел себя уля у меня с алины ничего не было ничего и никогда приветствую сенсей здорово пашка слушай я чего пришел извиниться хотел вот перегну я тогда палку на тренировке ты уж не серчать да ничего страшного с нами по-другому нельзя вы извините за папу он болеет вредничает не любит посторонних ничего страшного что я побежал в город дел мог руслан андреевич я просто же в город еду может вместе пойдем отец после смерти матери сдал сильно работать перестал ни с кем не общается только со мной и с теткой варе двоюродная сестра из новосиба так то на что же вы живете ты извини что я лезу не свое дело да нет все в порядке отец физик у него даже когда-то престижное премия было ну правда от него почти ничего не осталось вот ну пенсия хорошая вот на нее и живем я тоже пробовал работать пару раз с оплатой кинули и в общем отец сказал пока не надо работать сначала кучи профессию вот вообще отец хороший хотя и потерянный мы так с ним спасибо лучшие друзья ничего друг от друга не скрываем добрый день а нам нужен виктор чернышев прям коридору второй этаж палата 211 спасибо ведь привет ты как бывало и получше ну говорит слава богу могу я подумал мне кажется что ваш убийца изображает германа христиана помнишь такого точно он поджигал целые семьи он был серийный убийца озлобленный шизофреник но у него всегда был мотив и нашему пришлось отойти от его привычного ритуала он не смог уложить вас в неестественные позиции что все это значит объясните невежде что-то изменилось и это убийство было для него важно по каким-то личным мотивам причем важно настолько что он отошел от своей схемы а я-то чем ему насолил скорее не ему скорее мне он мог решить что ты меня обидел и захотеть тебя отомстить господи я еще и тебя обидел нужно еще раз обыскать твой дом на предмет жучков и камеру ребята там все тщательно осмотреть все могут ошибаться спасибо ведь прости что вы соли пострадали за меня перестань ты здесь ни при чем мы пойдем поправляйся спасибо за информацию алина останься для русского извини поговори с улей пожалуйста я во всем виноват только я на тебя она поверит скажи что между нами ничего не было мне кажется я поторопился с разводом конечно ведь я сейчас к ней зайду спасибо так у меня появилось еще одно дело подождешь меня и быстро не что как не как ну что не а не а а что а а а а А нас с Витей правда ничего не было. Да, я знаю, Витя мне сказал, я ему верю. Вам вообще не стоит извиняться, это я должна просить у вас прощения за ёлку, за те гадости, которые я наговорила. Простите, я обычно себя так не веду. Бывает. Поправляйтесь. Спасибо. Витя хороший человек. Не знаю. Привет. Здравия желаю. Ну что, удалось поговорить? Так точно. Ну и? Могли у потерпевшего быть враги, конкуренты? Враги, конкуренты и у психолога из нее. Это смешно. Ну да, обхохочешься. Все-таки, ну хорошо не конкуренты. Ну могла быть у него любовница там, ее ревнивый муж. Ну сосед от мороженого, который решил напакостить. Но есть хоть какая-то вероятность, что этот поджигатель не наш серийник? Есть. Ноль целых одна десятая процента. Скорее даже одна сотая. Обнадежили. И все-таки надо проверить все версии. Я предлагаю проверить заправки. Возможно, она покупала бензин в канистрах. Только вряд ли это было в районе дома профессора. И вообще скорее за пределами этого района. Еще есть какие-то мысли? Игорь предлагает осмотреть мой дом. Возможно, там установили ручки. Интересное предположение. Ну что, давайте вызывать спецов с оборудованием из области. Товарищ полковник, это будет долго. Я думаю, мы сами исправимся. Все. Ну, добро. Все, все свободны. В смысле, работа еще. Посмотрите. Все. Его hormones. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На втором этаже ничего. Ни камер, ни жучков. Я так понимаю, у вас тоже тишина? Антоха, ты чего, в школе? Да, с Вадимом. На кухню. Ничего. Не волнуйся, все будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пристегнись. Что-то случилось? Нет, просто смотрю, нет ли хвоста. А ты чего такой хмурый? Все нормально. Если хочешь что-то сказать, говори. Ну? Срываемся. Едем непонятно куда. Ты забираешь телефон, ничего не объясняешь. Мы в опасности. Понимаешь? Поэтому ты забрала телефон, да? Да. На нас охотиться какой-то сумасшедший. Он долго за нами следил. Я боюсь, у него может быть твой номер. А я хочу, чтобы ты был в безопасности. Я не знаю. Привет. Поэтому... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Знакомьтесь, Алина, Антон, Вадим, Людмила, моя бывшая жена. Очень приятно. Взаимно. Зайдете? Нет, мы не успеваем. Нужно ехать в следующий раз. Еще раз спасибо за то, что согласилась поветить. Нам пора. Да все нормально. Осторожней. Ну что, поднимайтесь. Пойдем, познакомлю тебя с Кирой. Она целое утро про тебя спрашивает. Сгорает от любопытства. Антон. Все будет хорошо. Пойдем. Так, Вадим, иди в маленькую комнату, стелись там. Справишься? Да, конечно. Держи. Антон, ты будешь спать здесь. Сейчас тебе постелу. Да, не надо. Я сам справлюсь. Да, ну хорошо. Если будут какие-то вопросы, спрашивай Кирой. Она тебе все объяснит, да? Спокойной ночи. Ну что, есть вопросы? А то у меня дело полное. Да просто что-то спать неохота. Может, у тебя есть приставка? Есть. Но сейчас нельзя играть. Такие у нас правила. Ну, чем тогда можно заняться? Ну, я планировала сериал посмотреть. Но, боюсь, тебе будет неинтересно, так как я на пятой серии. Ну, давай, сериал. Все равно делать нечего. Ну, пошли. Так это твоя жена? Бывшая. Видимо, я должна извиниться, что в прошлый раз приняла ее за любовницу. Ну что ты, ты же психолог. Психологи не извиняются. Куда мы едем? В безопасное место. На дачу к моему другу. Раз уж я работаю твоим охранником, спрячем либо так, что бы никто не нашел, даже я сам. Ну, если бы ты был нашим серийниками, я бы сказал, что ты все отлично продумал и рассчитал. Почти приехали. Субтитры сделал DimaTorzok Чую, будет Мочилова. Сейчас пацану наваляют. И это будет девушка. Смотри. Я бы на его месте шлемом бы и дал. Да. Круто-то. Я бы смотрел еще в прошлом году. Ну, вот ты вручь. А я поверила тебе. Ну, слушай, правда, подобно. Часто врешь? Вообще не был. Просто пошутил. Антон, тебе мама звонит. Да, Антош, я... Я сама буду тебе звонить. Давай, пока. Спасибо. Как он? Нормально. Почему ты пошла в следователя? Хотел быть как папа. Да, мог бы и сам догадаться. Извини, дурацкий вопрос. Ничего страшного, я же... не могу вечно избегать темы отца. А ты знаешь, он был хорош. Как-то... Как-то правильно меня воспитывал. Я им гордилась, особенно в детстве. Для меня это вообще два разных человека. Папа, который... меня вырастил и... маньяк, убивающий женщину. Мне казалось, что следователь это что-то из голливудских фильмов. Только на втором курсе вверх, понял, что это совсем другое. Но работу свою я люблю. Я люблю. Я люблю. Значит, ты счастливый человек. Маньяк... Маньяк... ПОДПИСМЕНТЫ О, кажется, у нас гости. Телефон, твою мать, твою мать. Ну, что надо брать? Давай, работай. Газ, брат, давай, работай! Давай, давай, давай! Куда? Стой! Тормози! Черт! Стой! 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 Стой ты! Надо было стрелять. Ну, и остались мы с ребятами в лесу. Выбирались два дня. Страшно было, чуть ли, если я с ней угадаю. Ты трус? Еще какой! Наконец-то заметила. Психолог. Я не настоящий. Да. Что ж ты будешь делать? Да, хорошо, я понял. Что? Так, за домом следил человек. Поймать его не удалось. Теперь он знает, что там была ловушка в дом. Он больше не сунется. Так что оставаться здесь смысла нет. Пустилки закончились. Все равно поймаем. Горячий кофе лучший в городе. Налетаем. Спасибо. Мы ждем надолго. У нас горячая флешка. Запись со всех камер центрального района. Смотрим. Спасибо. О! Вот он, наш красавчик. Срочно запрос ГИБДД. Ну, сколько может быть таких машин? Такого цвета и с таким фрагментом номера? Пять? Десять? Ну, по области, может, больше. Но не тысячи. Ну, не тысячи. Мы его найдем. О! Все в цвет. Одна из машин зарегистрирована год назад на девушку 19 лет. Вторая на некоего Артема Долежалин. Артем Долежалин, но у него цвет другой. Третий, некто, Лев Кондратьев. 1955 года рождения. Некто. Кондратьев? Лев Кондратьев – это отец друга моего сына. Интересно. Физик. Лауреат престижных премий. Я отец единственного друга моего сына. Я в такие совпадения не верю. Я тоже. Думаешь, это отец заставил его пойти в секцию? Я даже боюсь подумать о том, что он нам заставлять делать, Паш. Музыка. Отрогайте уголовный розыск! Спокойно. Ты один? Да. Паш, Паш, что случилось? Паша, скажи что-нибудь. Он меня убьет. Кто? Тебя убьет твой отец? Стоп. Давайте по порядку. Откуда у тебя фингал? Он вчера вечером пришел и спил меня, собрал вещи и уехал. Где он был, знаешь? Или где он сейчас? Ты с папой вчера был около моего дома, да? Думаю, да. Зачем ты пошел на тэквонду? В одну секцию с ее солью. Папа заставил? Да. Я однажды видел вас у него на компьютере. Я думаю, вы ему нравились. И он заставил тебя следить за нами? Я так виноват перед вами. Простите. Алина Борисовна, на два слова. Так ничего не бойся, я скоро. Денис, присмотри за парнем. Добро. Не нужно так его оберегать. Это мешает работе. Ты же ему слова не даешь вставить. Сама за него отвечаешь. Мы с ним похожи. Только меня отец хотя бы не впутывал в свое безумие. Паше еще хуже. Сложно представить, что он пережил. Я понимаю твои чувства, но ему все равно придется ответить на вопрос следствия. Да, конечно. Черт. Я знала, что это чудовище включил меня в свою игру. Но то, что он впутал туда подростка сына, это уже за гранью. А что с ним будет? Отец ударился в бега, он несовершеннолетний. Приют? Временный приют, потом будут решать, что с ним делать. Но, скорее всего, этот дом. А можно пока не сообщать органам опеки о его ситуации? Он может пожить у меня. Ты уверена? Уверена. Хорошо. Но все равно его нужно сначала доставить в следственный комитет и допросить. Необходимо присутствие законного представителя или психолога. Справишься? Конечно. Паш, одевайся, поедешь с нами, ответишь на несколько вопросов, я буду рядом. Хорошо. Я оденусь. Хорошо. Отец, часто по ночам уходил? Нет, не очень. Сможешь вспомнить, когда? Постараюсь, но я не уверен. А он не говорил, зачем, куда ходит? Ты боялся спрашивать, да? Да, если я задавал много вопросов, он бил меня. А ты никак не связал смерть женщин с отлучками отца? Ну, ты же не мог не знать, что в городе маньяк. Игорь. Я думал про это. Это он их всех убивал. Подожди, мы не знаем, он их убивал или нет. Отец заставил тебя пойти на тэквондо, сблизиться с Антоном. Да. А зачем он тебе не сказал? Нет, он просто сказал, я сделал. Что еще он просил тебя делать? Телефон тренеру по тэквондо, он сказал подпросить какой-то телефон. И тебе ни разу не пришло в голову спросить отца, зачем он заставляет тебя делать все эти вещи? Я боялся. Если я не слушался его приказов, он бил меня. Ты чего он тебя бил? Ты вон здоровый лось, семнадцать лет тебе. Ты занимаешься единоборствами, он немощный старик. Ты почему позволял себя обидеть? Игорь, это его отец. Паша беспрекословно ему подчинялся. Это очень устойчивая модель поведения, которую сложно сломать. Выйди, пожалуйста, и подожди меня вон там. Я должна быть… Я сказал, выйди! И подожди меня вон там. Почему блогера не тронут? Выслать и спрашивай, почему не тронут? В лестницу, в задницу, в бене. Что оно не тронуте или, по-тohn devолвала му, если будут снять ее конкурса. Возвращаясь к мукулу с динам. Принамерство с мукулу с тюрьмой вон там. Возвращаясь к мукулу с плачей мукулу с тюрьмой тюрьмы, Принамерство с тюрьмой тюрьмы. Я думаю, что это с México. Ты в последний раз присутствовала при проведении следственных действий. Я вообще не понимаю, как ты была следователем. Я больше не следователь. Я вижу. Послушай, только если ты не можешь задать вопрос и дождаться на него ответ, ты и психолог никудышный. Что ты ведешь себя, как нервная мамаша, которая опекает своего сына? Только это не твой сын. Взрослый пацан уже, почти мужик, который знал, что творит его отец. Он просто затрапленный мальчик. Да хватит! Ты мне все время мешала. Отвечала за свидетеля, перехватывала вопросы. Ты вела себя непрофессионально и как следователь, и как психолог. Если ты не следователь, и не психолог, какой мне от тебя прок? Я пытаюсь уберечь своего сына. Тогда езжай домой. И будь со своим сыном. Мне не мешай. Я забираю папу. У нас ничего нет на Львако-Двратево, кроме показаний этого подростка. Я отправлю его в ГИБДД. Пусть посмотрит. Все записи с него в день убийства. Может, машина отца этого подростка и всплывет? Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...